Музыка, общение, шутки и новое знакомство. Лёгкая, свободная, почти как дома атмосфера. Именно так прошёл первый день рождения музыкального проекта «Лампа». Вечер прошёл в формате «Квартирника» – небольшого музыкального концерта, где слушатели могли в свободной форме пообщаться с музыкантами. Может быть, когда-нибудь меня спросят, «Игорь, а вот что ты создал?» Я улыбнусь и отвечу – весь этот зрительный зал. Идея создания мероприятий таких форматов принадлежит Игорю Чеботарёву. При поддержке Молодёжного ресурсного центра и администрации Владивостока он каждый месяц проводит подобные «Квартирники». Молодые исполнители и музыканты с удовольствием принимают участие в таких вечерах. На самом деле я был удивлён, что вот так просто могут соглашаться абсолютно бесплатно приходить. Ну, даже вот такие вот знаменитые люди, которые сегодня будут выступать. Вот. В общем, я удивлён, приятно. Это круто. В течение двух часов со сцены звучали известные хиты и песни собственного сочинения в исполнении уже получивших признание музыкантов как во Владивостоке, так и за его пределами. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Среди приглашённых исполнителей была и Люси. Признаётся, что такой формат общения со зрителем ей по душе. В ходе беседы мы узнали её планы на ближайшие месяцы. Мы хотим в марте спланировать концерт, сейчас договариваемся с площадкой. Вот. И планируем небольшой такой маленький турчик по весне сделать в европейскую часть России, тоже с собственным материалом. Вот. Ведём сейчас переговоры по этому поводу. Так что вот. Квартирник Лампа будет работать на протяжении всего 2018 года, поддерживая талантливую молодёжь Владивостока. В планах у организаторов делать по два музыкальных вечера в месяц. Один в узком формате, где будут обсуждать и играть музыку, а второй – полноценный концерт. Участие в нём как для зрителей, так и для музыкантов бесплатное. Дмитрий Беломеснов, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова